Накануне по городу стали курсировать опасные слухи, якобы в лендерской зоне происходят беспорядки и что туда для подавления бунта вели войска. Есть погибшие и пострадавшие. Для того, чтобы выяснить, как происходит все на самом деле, мы выехали на место. Уже на подъездах к зоне чувствовалось, что ситуация серьезна. По пути два блокпоста. Родственников не подпускают к периметру зоны. Накануне неизвестные парни закидали полицейских камнями, так что бронежилеты и каски вполне уместны. Усиленные полицейские наряды и близ самой колонии, а еще запомнилось большое количество мусоровозов. Из колонии вывозилось всяческое барахло, изъятое во время квартального обыска. Это и стало одной из причин недовольства осужденных. Вот это не характерная одежда. Такая одежда, она запрещена, понимаете. Есть специально установленная форма одежды. Вот, образцы покажите. Подойдите. Осужденный? Осужденный? Нескольким родственницам удалось прорваться к самому периметру. С ними встретился начальник ДУИС, полковник Танежан Женебеков. Он провел с женщинами разъяснительную работу и обещал предоставить им видеозапись, подтверждающую, что с их близкими все в порядке. В данном учреждении проводились общие колонические квартальные мероприятия с участием в соответствии с сил и средств Департамента уголовно-исполнительной системы ЮНК, также привлеченные силы средства внутренних войск. В данном учреждении мы проводили и до сих пор проводим обысковые мероприятия. Запрещенных предметов очень много. Почти каждый метр прочёстываем. Осужденные умудрялись схроны всякие, то есть схроны прятать. Это сотовые телефоны, различные колющие, режущие предметы. Всё это сейчас изымается. Всё актируется. Соответствующий план есть с соответствующими правоохранительными органами. Прокуратура всё участвовала. Сейчас в настоящее время обстановка в учреждении стабильная. Внутрь периметра прошли представители общественного наблюдательного комитета за правами заключённых. Они стали гарантами того, что обществу будет показана правда. Правозащитницы встретились с заключёнными. Никто из них не имел никаких жалоб. У меня всё хорошо. Здесь всё в порядке. Родители, не волнуйтесь. Каждому задавался вопрос о том, что произошло в данной зоне и не имеют ли они побоев. Побоев у осужденных нет. Это была плановая проверка. Они это подтверждают. Изъяли те предметы, которые были не нужны абсолютно. Теперь уже женщинам, убедившимся, что с их близкими всё в порядке, предстояло вести разъяснение на блокпостах. Ведь некоторые люди находились здесь со вчерашнего дня. И нервы их были на пределе. На данный момент ситуация стабильна. Никаких эксцессов нет. Большинство родственников осужденных разъехались по домам.